Сегодня приготовим слоёное тесто. Ура! Вы просили, мы сделаем два типа, два техники, как сделать, как разворачивать слоёное тесто. Всем привет! Сегодня с вами Chef Vivienne, настоящий Гасконец. Эй! Гасконец! Слоёное тесто для всех ваших мильфей, для всех ваших рецепт, которые нужны в слоёное тесто. Простой ингредиент и результат необычный. Что вам понадобится? Мука, соль, вода, масло, сливочное. В вот это видео вы будете смотреть один вариант, как сделать слоёное тесто, есть другой. Сегодня будем делать вот этот вариант, классический франшузский слоёное тесто. Для этого будем делать два этапа. Это не сложно, это слоёное тесто, не сложное тесто, это просто слоёное тесто. Это просто время, которое вы можете сделать в другой момент. Самый первый момент будем сделать. Масло не будем использовать. Будем работать только вода, мука и соль. Всю вашу жизнь вы будете помнить вот этот рецепт, потому что это овощин легко запомнить, потому что первый этап, который по-французски де трамп, один мука, половина вода и соль, ну как обычно, 5 грамм на вот этот объём, 5 грамм соли. Я буду сделать с бендер, вы можете просто сделать с руками. Просто вода. Поражем наш соль. И всё, и перемешиваем. Просто нужно всё вот это перемешивать, и потом будет его отдыхать. Будет поменьше эластически, когда будем его разработать с маслом. Это нет ещё теста для круассан. Круассан другой рецепт. Наш тесто почти всё перемешивать. То есть его берем вот так. Должно быть просто гомогеннее. И всё. Вот этот шарик 500 грамм, то если 500 грамм де трамп, вам нужна половина. Масло сливочное 250 грамм. Сделаем крест. Оп. Кто будет помогать релакс, отдыхать. Хорошо же вы купались в бассейне, пьют джинс. Поражем в плёнку и как минимум полчаса в холодильнике. Можно сделать ночь без проблем. Отдыхали ночь. Теперь просыпем муку и будем сделать крест. Наше масло комната температуры. Не помадка, не помадка. Нужно трогать ваше тесто и ваше масло. И должен быть одинаковая текстура. Это важно, если вы хотите сделать правильно слоёное тесто. То есть делаем наш крест. То есть берем один час вот туда. Другой час туда. То, что в середине будет остаться поболее толстым, чем наш крест. Потом вы понимаете почему. Оп. Вот эту работу нужно сделать холоднее. Потому что если всё очень жарко, масло будет развариться и будет вообще проблем. Крест. И здесь более толстый, чем здесь конечно. И теперь туда можно положить наше масло. И вот это толстый час. Потому что сейчас мы будем закрывать всё вот это как подарок. И будет вот это тонкий час. Четыре раза будет плюс-минус, как всё, что лежит здесь на толстый час. Закрываем наш подарок. Раз. Хорошо. Закрываем здесь. Два. Поражем на всё место. И последний. Оп. Вот так. Наш пакет готов. То есть теперь маленький секрет, что масло с него что не будет бегать на все место внутри. Когда будем разработать и раскатывать. Сделаем опять крест все вот это, что будет фиксировать масло внутри своё тесто. Вот так. Нажим вот так. Оп. Нажим вот так. Я здесь чуть-чуть фанатизм сегодня, но что вы будете хорошо смотреть. И теперь можно раскатать. И много раз нужно сделать вот это. Будет сто процент посмотреть, что ничего не кладет. Никакое масло. Масло не нужно выросли. И сделаем прямоугольник. Который один прямоугольник. Вот этот час должен быть один третий, чем вот этот час. Длина три раза от ширины. Никакой мука. Можно чуть-чуть добавить. Но чуть-чуть. Вот этот жест флорей вот так. Это важно, потому что стоит только тонкий слой мука. Если вы сделаете вот так, как вы видите, это другой. Когда вы начинаем прямоугольник будет чуть-чуть вот так. Сибортики не квадратные. Ничего страшного, когда вы будете заканчивать, будет. Ширина. Окей. Раз. Раз. Два. Тут нужно чуть-чуть побольше. И здесь, когда мы положим, мы уже видим и здесь масло. Вот. Вот эти маленькие пузыри. Это воздух, который будет маслом. Мука, масло и каждый слой воздух. Вот это закрываем сейчас. Оп. Попробуем сделать чуть-чуть побольше прямоугольник формы. И так тоже. Это один тух. Называется тух. Каждый раз вот так называется тух. Обычные слоёные теста мы съем 6 тух. Разворачиваем наше тесто. Оп. Окей. И теперь будем раскатать вот так. Можно фиксировать здесь кресло без фанатизм. Так-так. Так-так. Наш второй тух очень отлично. Очень мягкий, очень ровный. Если вы хорошо сделаете, вот ваш карка легко катится вот так. Ора. Когда наш второй тух готов, сделаем вот так. И мы знаем, что мы сделаем два раз. Отдыхаем в холодильнике полчаса или час, или два часа, или три часа. Чем больше, тем лучше. Закрываем наше тесто с пленка, как обычно. И положим в холодильник 30 минут. И каждый после два туха, то есть только два раз, положим в холодильник 30 минут. Будет сейчас и после четвертый туха тоже. Прошло два часа, и наше тесто готово и холодильник. И сейчас вам покажу второй техник, как сделать вот этот тух. Вместо 3-4 можно сделать, как сейчас. Опять крес. Оп. Будем раскатать то же самое. Мы раскатали наше тесто, как раньше. То есть раньше один тул будет так и так. Это обычный тул, а? Мы согласны? И кроме вот этого будем сделать. Будем сделать вот так. Не центру, а? И потом закрываем все вот это. Конечно, сделаем крес. Раз. И раскатываем еще раз. И это один вместо двух. Последнее тесто два техника. Или простой тух, или двойной тух. Одной тух. Простой тух это вот это. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Это одной тух. Двойной тух. Разворачиваем вот так. Вот так. И все вот это на два часа опять. Вот так. Вот так. Получаем 4 слой. Вместо 3 слой. Поэтому, если вы сделаете первый техник. Простой слой. Нужно его сделать 6 раз. Первая этапа. Два раз. Холодильник. Вторая этапа. Третий и четвертый слой. Холодильник. А потом 5 и 6 холодильник. И потом раскатать и готовить. Галет, готовить что бы и будет. Если другой техник. Двойной слой. Вместо 3, 4, 5, 6. Сделать двойной. Одинерно охладить и использовать. То есть это побыстро сделать. Конечно я сделаю все масло с его шное. 82,5%. Лучше если вы сделаете сами слоиное тесто. Лучше сделать и использовать масло с его шное конечно. И для croissant это другое дружевое тесто. Но для croissant это специфическое масло. Наш тесто с простой слой готово. 6 раз. Будем сейчас резать и посмотрим как оно. Сколько слой. И вот это все два раз простой. Один двойной и еще один простой. Посмотрим какая разница. Резам. Здесь хорошо видеть сколько слой есть туда. А теперь резам наше обычное тесто. Пишите в комментариях если хотите. Десерт или ресепсии слоеное тесто. Мы видим хорошо что есть масло каждый слой. Мы видим что все. Мы видим слои. Мы видим каждый слой. Одинаковый размер. Одинаковая высота. То есть должен быть хорошо работать когда мы его будем готовить. Вот. Получаю у меня 4 куска красивое слоеное тесто. Скажите пожалуйста пишите в комментариях какой ресепт вы сейчас хотите видеть все вот это тесто. То есть галет уже есть. То есть скажите другой который вы хотите посмотреть вот эту еду. Вот это тесто можно хранить два дня в холодильник или все равно можно использовать в магазинник без проблем безопасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА